Сейчас будет краткий пересказ фильма «Неоспоримый 4». Приятного вам просмотра. После событий предыдущего фильма проходит несколько лет. Юрий Бойко живет в Киеве, где тренируется и проводит бои, заручившись поддержкой менеджера Кирилла. Тем временем в российской тюрьме Черной Холмы, где Юрий был некогда оспоримым чемпионом, появился новый чемпион, безумный заключенный по прозвищу «Кошмар». Во время квалификационного поединка, победитель которого сможет участвовать в Международном Европейском чемпионате по ММА в Будапеште, Бойко случайно убивает своего соперника, российского бойца Виктора Грегова. Терзаемым чувством вины он решает встретиться с его вдовой, для чего принимает решение отправиться в Россию, что может окончиться для него вполне плачевно, учитывая то, что он беглый преступник. Воспользовавшись поддельным паспортом, Юрий благополучно добирается до города Дровни, где находит вдову бойца Альму, работающую с детьми в детском саду. Выясняется, что Виктор и Альма находились в финансовой зависимости от местного криминального авторитета Зураба, который теперь знает, что ее муж мертв, заставляет оплачивать долг, считая ее своей собственностью. После Юрий наведывается в клуб Вулкан, где Альма работает по ночам официанткой и обнаруживает, что к ней никого не подпускают, грубо пообщавшись с самим Зурабом в конечном итоге. Содержа подпольную арену в клубе Вулкан, где Игорь Казмир, подпольный чемпион, одержит победу за победой, утверждает, что это его ринг, Зураб занимается поисками опасного противника, который сможет показать грандиозное представление, в то время как приходит Юрий Бойко и предлагает ему сделку. Он проведет за него на ринге три поединка, после чего Альма получит полную свободу. Зураб соглашается на это, но оставляет за собой право менять правила договоренности. Сперва Бойко выступает против местного бойца Бориса Тарасова и побеждает его, на что Зураб реагирует весьма негативно. После Юрий просит Альму подсказать место для тренировок и последний приводит его в зал, где тренировался Виктор. Затем во втором бою Юрий дерется против двух соперников, братьев Озеровых, и несмотря на полученную в процессе травму поясницы, выигрывает этот поединок. Позже Альма начинает понимать, что Бойко движет благородными чувствами и пытается помочь ему, изготовив лекарства для поясницы, однако злится на него за предложение покинуть город. После Зураб настраивает Альму против Юрия, говоря о том, что смерть ее мужа далеко не несчастный случай, а также говорит о том, что после того, как Юрий выиграет все поединки, он собирается покончить с ним. Позже с Юрием связаться его менеджер Кирилл, говоря о том, что пора возвращаться, ведь все готово для проведения чемпионата, на что Бойко просит выкроить еще некоторое время. Зураб сам связывается с людьми из российской тюрьмы Черные Холмы, заключив с ними сделку. Они привезут своего чемпиона, чтобы устроить бой против Юрия, взамен Зураб сдаст его, вне зависимости от исхода поединка. Альма решает все же узнать правду о муже у Юрия, на что тот отдает объяснение. Он был очень плохим человеком, за что сидел в ужаснейших тюрьмах, где прошел через невиданное количество боев, мечтая о том, что однажды сможет встать выше. И вот когда перед ним появилась возможность, он не видел перед собой человека. Для него это был лишь шанс показать себя и выбиться в новую лигу, осуществив тем самым свою давнюю мечту. Но теперь он жалеет о содеянном всем с сердцем. Вера в Бога помогла ему найти себя и свой путь. Все, что ему нужно, это прощение. Но Альма просто колеблется и уходит. Проведя свой третий поединок против местного чемпиона Игоря Казмира, Бойко намеревается покинуть город. Он уже пропустил автобус, ведь его ожидает чемпионат в Будапеште. Не желая отпускать Альму, Зураб заставляет Юрия провести еще один поединок с истинным чемпионом, которым оказывается специально привезенный из Черных Холмов боец Кошмар. Но несмотря на достаточную разницу во всеси и силовых показателях, Юрий все же одерживает эту кровавую победу. После Зураб приказывает своим людям покончить с Юрием и пытается увезти Альму. В ходе драка перед стрелок Бойко получает пулевые ранения в плечо и колено, но несмотря на это, хватает пистолет и продолжает преследовать Зураба. Настигнув Зураба, он понимает, что тот не собирается отпускать Альму и сделка для него пустое место. Зураб стреляет в Юрия, но благодаря сопротивлению Альмы Бойко добирается до первой и сбивает его, задушив в конечном итоге. Альма держит истекающего крови Юрия и предлагает ему скрыться, так как еще есть шанс, однако тот просит у нее прощения и смиряется со случившимся. После появляется полиция и арестовывает бойца. Проходит полгода, Юрий снова отбывает свой срок в России в тюрьме строгого режима Черные Холмы, где его навещает Альма. Она показывает ему рисунки, сделанные детьми, постоянно наблюдавшими за его тренировками, а также говорит, что благодарна Юрию за то, что тот вернул их достоинство и свободу, за что и прощает его. С новыми силами Юрий Бойко вновь возвращается на старый тюремный ринг, показывая всем ликующим заключенным, что именно он неоспоримый чемпион этого ринга. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваши мысли в комментарии и подпишитесь на мой канал. Также посмотрите эти видео и я желаю вам хорошего дня.